Девушки отдыхают И тем же вечером, по-моему, это было 20 мая, соответствующий указ был подписан президентом страны. Елена Васильевна, давайте напомним, за что присваивается это звание городам, звание город трудовой доблести. Звание город трудовой доблести присваивается городам, жители которого внесли значительный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне. При этом отмечается, что жители работали как на военных заводах, так и снабжали фронт гражданской продукцией, работали на промышленных предприятиях, которые располагались на территории города. И тем самым проявляли массовый трудовой героизм и самоотверженность. Ну и, конечно же, когда рассматривает Торкомитет Победы, то учитывается основанием для присвоения звания награждение предприятий, которые работали в годы Великой Отечественной войны на территории городов, государственными наградами, а также награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги. И наш город не случайно был отмечен в тройке первых, поскольку, как вы знаете, с первых дней войны сюда было эвакуировано более 70 промышленных предприятий, и был, значит, выпуск как военной продукции, так и продолжали снабжать фронт гражданской продукцией, лекарствами, медикаментами. И весь город, можно сказать, работал именно на победу. У нас 32 тысячи кировчан награждены только медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Кроме того, получили награды за этот же период работы ордена Ленина, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и другими орденами и медалями. Семь предприятий у нас отмечены за работу в годы Великой Отечественной войны. Так назову у нас Нововятский комбинат древесных плит и комбинат имени Коминтерна, а также завод АвиТек награждены орденами Трудового Красного Знамени. Завод Лепсия получил орден Ленина. Завод Маяк и комбинат Искош – ордена Отечественной войны первой степени. Маш-завод 1 мая удостоен орденов Трудового Красного Знамени и Красной Звезды. Наша заявка была проверена экспертным советом. Было подтверждено, что все сведения, указанные в справке о трудовом подвиге кировчан в годы Великой Отечественной войны, который у нас составил Центральный государственный архив Кировской области, нашли свое подтверждение. То есть не просто так, там еще и проверка была всех этих данных, которые мы подавали. Да, безусловно, достоверность исторических фактов, подтверждающих право города стать городом трудовой доблести, подтверждается экспертным заключением Российской Академии Наук. Я, насколько помню, ведь еще на самом старте, когда вот только еще заговорили о том, что будут присваиваться городам, которые много сделали для победы это звание, было сказано, по-моему, по поводу того, что нужны не только вот заслуги прошлого, да, но надо еще и в настоящее время как-то себя проявить. От кого инициатива исходила и зачем мы подписи собирали? Весной прошлого года с инициативой о присвоении Кирову почетного звания город трудовой доблести выступили ветеранские организации города. Эту инициативу поддержал губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев. Также мы рассматривали данный вопрос на заседании Кировской городской думы, областное законодательное собрание, и всеми было единогласно поддержано направить заявку в Оргкомитет Победа на присвоение городу Кирова почетного звания. Мы действительно объявили сбор подписей населения, и я бы хотела сказать, что в поддержку данной инициативы отдали голоса более 112 тысяч кировчан. Подписи собирали только на территории Кирова, я так понимаю, да? В принципе, мы... Или онлайн можно было отдать голоса? Вы знаете, можно было, и кировчане, которые проживают на сегодняшний день в других городах, они тоже могли участвовать, но в основном это голоса, которые здесь собирались на территории города. Я, насколько помню, и на территории предприятий можно было подписи оставить, и стояли, собирали подписи волонтеры, да? Волонтеры, да, у нас и не так давно волонтеры прекратили эту работу. Действительно, большая работа проведена, и самое, наверное, главное, это то, что вот ветераны, которые инициировали сбор этих подписей, они сегодня удовлетворены тем, что большая часть кировчан, ну, это все-таки немало, согласитесь, 112 тысяч... Это несмотря на коронавирус, несмотря на все те ограничения, которые были... Да, да, те ограничения, которые были в этом году, отдали свои голоса. Что теперь? Где найдет отражение это решение президента? Оно где-то в городской среде будет размещено? Ну, во-первых, все города, кому присваивается такое звание, отчетное звание, обеспечивать должны реализации мер по сохранению военно-исторического и трудового наследия, а также по патриотическому воспитанию жителей города, прежде всего, молодежи. Поэтому мы, конечно же, разработаем цикл мероприятий, которые усилят эту работу. Кроме того, в нашем городе будет установлена Стелла. А Стелла-то где будет находиться? А вот Стеллу как раз будет находиться в сквере трудовой славы. Как вы знаете, в 16-м году был заложен сквер трудовой славы. Там установлен памятник кировчанам, труженикам тыла. Поэтому было принято решение его доблагоустраивать. Дальнейшее, чтобы он получил развитие. И там будут устанавливаться как раз эта Стелла. На Стелле будет изображен герб города и текст соответствующего указа президента Российской Федерации. Кроме того, в памятные дни, это День города, 1 мая, 9 мая будут проводиться публичные мероприятия. Как будет выглядеть Стелла, мы можем сейчас сказать? Пока мы еще не знаем, да? Дело в том, что эскиз Стелл, а они будут единообразны во всех городах, кому присвоено будет это почетное звание, разрабатывается военно-историческим обществом. А, то есть это не в Кирилле. Да, этот макет на сегодняшний день еще не готов. Поэтому как только появится макет, мы сразу же начнем подготовку Стеллы в нашем городе. Ну вот мы плавно к скверу трудовой славы подбираемся, к тому, что сейчас там происходит. Елена Васильевна уже сказала, что в 2016 году было принято решение этот сквер обустроить, благоустроить тот, ну я не знаю, можно назвать пустырем, или, может быть, это такой был дикий немножко зеленый уголок, который кировчане, кстати, выходили, защищали, да, было дело там, строительство собирались начать. По-моему, в прошлом или в позапрошлом году было голосование, и набрал этот участок, этот сквер, большее количество голосов как зона для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды, и в этом году приступили как раз к работам. Я, кстати говоря, когда в апреле увидела там в начале мая, что там все раскопано, немножко даже испугалась, и я думаю, местные-то жители, наверное, здесь ходят, не один раз в день заходят, наверное, туда к рабочим и спрашивают, что вы тут делаете у нас, неужели нас лишат сквера, а вот нет. Там сейчас как раз начались работы по благоустройству, и я думаю, что Дмитрий Александрович сейчас к нам подключится и расскажет, как там они ведутся, да, и что там будет в итоге. Действительно, как вы уже отметили, в 2019 году данная территория стала лидером по результатам рейтингового голосования на территории Октябрьского района. Именно вот в тот период очень активно жители приняли участие вот в той процедуре отбора общественных территорий в рамках проекта формирования комфортной городской среды. До этого периода, как отмечалось, локальное мероприятие по благоустройству этой территории выполнялись, но, тем не менее, учитывая в том числе инициативу ветеранов, долгое время обсуждался и сама концепция вот этой территории, ну и тематика благоустройства, вот сквер трудовой славы сама по себе сейчас отображается в тех проектных решениях, которые были в 2020 году подготовлены, и вот уже с апреля 2021 года начали реализовываться. На сегодня уже работы идут в активной фазе, практически ведется подготовка уже фундаментов, земляные работы заканчиваются, вертикальная планировка, на этом месте снесены полностью все аварийные старые деревья. На сегодняшний день уже идет подготовка, в том числе для устройства пешеходных дорожек, ну вот, наверное, как раз апрель-май, это работы связаны больше с такие подготовительные, все, что связано с фундаментами, в том числе идет... Основание готовит, можно сказать. Заливка оснований для установки памятных стел, вот, в отношении тех предприятий, которые были удостоены государственных наград. Но я думаю, что в июне, в июле будет уже активная фаза именно по появлению тех элементов благоустройства, которые будут визуально видны каждому, которые появятся на этой территории. В двух словах напомню, что, ну, по сути дела, эту территорию мы заново создаем, хотя, как я уже отметил, некоторые локальные мероприятия проводились, но чтобы прийти к тому результату, который изначально закладывался в проект, на сегодняшний день полностью проводится реконструкция этой территории, будут созданы новые дорожки пешеходные на этой территории, будет модернизировано заново наружное освещение, современное наружное освещение там появится, по территории сквера, по периметру сквера, в том числе с подсветкой всех элементов, которые там будут находиться. Кроме того, здесь будет вот взамен того, что было снесено в виде зелёных старых насаждений, будут высажены дополнительные как деревья, так и кустарники, в том числе в летнее время будет проведено, ну, в последующий период, в том числе эксплуатации и цветочное озеленение этой территории. Кроме именно вот мемориальной зоны, так скажем, с установкой вот этих памятных элементов, будет несколько площадок, так скажем, для тихого отдыха. Ну, тематика сквера не подразумевает здесь таких активных, наверное, концертных мероприятий, но тем не менее будут площадки для тихого отдыха, там в том числе и установлены малоархитектурные формы для отдыха в виде скамеек, иных элементов. В верхней части сквера будет воссоздан заново фонтан на территории. Вот сейчас клумбы, которые там имеются, ну, какое-то время назад там был фонтан, просто длительное время он не эксплуатировался, с учётом, что вышел из строя. Кроме того, на входной группе, вот на пересечении профсоюзной Карла Маркса, где раньше находилось некое строение, будет площадка с организацией выставочных конструкций, то есть, опять же говоря, тематики этого сквера, можно будет периодически на этой территории проводить какие-то там экскурсионные, выставочные мероприятия. То есть это не только для предприятий городских делается, это могут быть какие-то активисты. В том числе и место, скажем так, общественного притяжения, и вот о чём уже говорилось, чтобы и говорить о той истории, которая была, и что-то уже в современных условиях говорить о тех современных веяниях, которые сейчас осуществляются. Ну, я уже обозначил, что работы находятся в активной фазе. Мы планируем в течение июня-июля эти работы максимально осуществлять и завершать. По контракту срок стоит до 1 августа, но погода нам, в принципе, позволяет работать сейчас в достаточно таком оперативном темпе. Работы очень много, потому что, как я сказал, сквер почти заново создаётся. И думаю, что к августу месяцу у нас на этой территории совершенно появится вот новое общественное пространство, которое закладывалось изначально. То есть в августе работы будут завершены полностью. У меня вопрос, во-первых, ну, не все горожане ещё видели, я-то видела вот эти картинки, да, как это будет, концепция этого сквера. Где можно посмотреть, выложено ли это на сайте администрации или, может быть, ТЕР Управления Октябрьского района? Концепция есть в общем доступе и на сайте администрации, когда мы размещали, в том числе и закупку есть, это полностью вся проектная документация, которая размещена, которая сейчас реализуется, в принципе, неоднократно. И при каких-то упоминаниях по реализации работ мы обозначаем эти вот визуальные картинки, что там появится. В принципе, и в территориальном управлении по Октябрьскому району это всё есть. Я думаю, что каждый, кто ещё не видел, может с этим ознакомиться. Давайте ещё напомним, кто готовил проект и кто решал, какое наполнение. Вы сказали уже про стеллопредприятий, наших предприятий орденоносных, которые там появятся. Вы сказали про зону для тихого отдыха, про некую экспозиционную часть в этом сквере. Будет ли там, кстати, детская площадка? Да, тоже предполагается и игровая зона. Я хотела бы сказать, действительно, концепция, она рождалась на оргкомитете, который был создан у нас в городе. Туда входили и представители ветеранских организаций, и общественные деятели нашего города, представители архива государственного, и, в общем-то, все, кто хотел высказать свою позицию. Поэтому данный оргкомитет рассматривал неоднократно концепцию сквера, его благоустройство, вносились дополнения, предложения, и вот уже окончательно вот эта вот концепция сквера, она прошла процедуру одобрения на оргкомитете. И наполнение точно так же, то есть каждое объединение накидывало свои предложения. Здесь, наверное, стоит отметить, что обсуждение этой концепции шло порядка, наверное, даже двух лет, потому что, исходя изначальной инициативы, и потом, когда мы подходили уже к рейтинговому голосованию, в период разработки уже проектной документации, то есть здесь было много высказано мнений со стороны, в том числе инициаторов, со стороны вот жителей, которые там живут. То есть с учетом этого была скорректирована конечная концепция, которая уже переросла в рабочую документацию, которая сейчас реализуется. И еще важный, наверное, вопрос. Все-таки вот в августе будут завершены работы. Они полностью ведутся за счет вот этой нашей национальной большой программы формирования комфортной городской среды? Да, это полностью проект реализуется в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. И, как я уже сказал, в рамках всех мероприятий в текущем году этот проект мы планируем полностью реализовать, чтобы уже появился новый сквер на территории города Кирова. Сколько средств затратят на него в общей сложности? На сегодняшний день порядка 50 миллионов затраты, которые связаны с заключенным муниципальным контрактом. Ну, надо отметить, что когда мы рассматривали концепцию обновления вот этого сквера, одновременно этот же оргкомитет рассматривал и готовил заявку в оргкомитет победы на присвоение почетного звания. Город трудовой доблести. Мы сразу же просматривали, в какой части сквера можно будет установить данную стелу. Поэтому место определено. А где оно? Где? Оно находится в центральной части. Это центральная часть, как раз с привязкой, в том числе, где будут установлены и памятные знаки. Но там специальное место, на самом деле, как место определено. То есть, само по себе... То есть, это такая мемориальная зона будет, да? Ну да, это будет отдельная мемориальная зона, недалеко как раз от памятника кировчанам-труженикам тыла. И вот эта стелла, она будет уже изготавливаться за счет средств не национального проекта, за счет средств местного бюджета. Мы это предусмотрим и сделаем, как только появится уже непосредственно макет вот этих стел, которые будут рекомендованы военно-историческим обществом, всем городам установить на своих территориях. Как они должны выглядеть, из каких материалов делаться. То есть, когда будет эта информация, тогда будут... Ну да, чтобы это все-таки было, наверное, какое-то единое начале. Я вот не просто так про деньги спросила. Да, мне кажется, что наши предприятия, наши предприятия, которые работали во время войны здесь, да, может быть, высказывали какие-то свои пожелания и готовы были даже как-то поучаствовать. Может быть, у этого сквера и дальше впереди будущее большое с точки зрения реконструкции. Может, еще какое-то наполнение? Вот как сказал уже Дмитрий Александрович, там не только мемориальная зона и стелы, которые свидетельствуют о трудовом подвиге во время Великой Честной войны. Мы проговорили о том, что там будет постоянно проходить сменные вот эти экспозиционные выставки, которые будут отражать работу уже в современных условиях наших предприятий. Сами предприятия тоже высказывали свои предложения, когда говорили о стелах, уже непосредственно посвященные каждому из них. Напомню, будет всего семь стел. И там будет, поскольку они все назывались военное время по-другому, в основном номерные были предприятия, то те предприятия, которые сейчас уже изменили свое название, там тоже кировчане смогут определить, какое это было предприятие и как оно сейчас называется. Ну, тот же самый ВИТЭК взять, например, в советское же время это был завод, по-моему, 20-го партсъезда он назывался, да? Если я не ошибаюсь. А во время войны наверняка назывался как-то по-другому. Да, вот он во время войны назывался завод номер 32. То есть он аж трижды поменял, получается, название. То есть меняются названия, и поэтому вот как раз для того, чтобы было понятно, о каком предприятии идет речь, будет и современное название предприятия. Ну, это важно, вот то, что там будет жизнь происходить какая-то, потому что любая зеленая зона, тем более в центре города, она должна жить, она должна наполняться, она должна получать какое-то и современное, в том числе, наполнение. Да, и мы, конечно, ждем августа, чтобы посмотреть, что получится. Очень надеюсь, что погода наших подрядчиков не подведет. Две минуты у нас остается до конца эфира. Мы, наверное, можем напомнить кировчанам о голосовании, которое сейчас идет по проекту формирования комфортной городской среды, потому что как раз, по-моему, заканчивается, оно завершается уже на этой неделе. Действительно, в 2021 году, как мы ранее говорили, введена новая процедура отбора этих территорий. Это голосование на федеральной, единой для всей Российской Федерации платформе. С 26 апреля по всей территории, в том числе и в городе Кирове, проводится процедура как раз голосования за общественные территории, которые будут планироваться для благоустройства в 2022 году. Напомню, что процедура голосования будет завершаться 30 мая, соответственно, остается незначительное количество времени. Но, тем не менее, учитывая, что процедура очень простая, уже многие жители города ее испытали, есть хорошая возможность еще раз просмотреть весь список. Он составляет 99 территорий. Это 14 общественных территорий. Это парки, скверы, набережные, бульвары и 85 пешеходных территорий улиц города Кирова. Проголосовать можно только за один объект. С использованием, в том числе и мобильного телефона, либо портала госуслуг. Сама процедура голосования очень простая. Надо буквально уделить порядка 5-7 минут времени, чтобы за это все проголосовать. Еще раз акцентирую внимание, что кроме этой процедуры голосования, на сегодняшний день иного пути вовлечь ту или иную территорию именно в благоустройство в рамках федерального проекта, на сегодняшний день других условий нет. И, соответственно, каждого жителя, кто пользуется и пешей доступностью, ходит по тротуарам, кто отдыхает в наших основных городских парках, да и в тех парках, которые представлены, и скверах для голосования, есть хорошая возможность принять активное участие и вывести свои территории в лидирующие позиции. Тем более, как мы сегодня говорили, что есть уже практические примеры именно тех территорий лидеров, которые в предыдущих голосования занимали первые места, уже либо реализованы, либо реализуются вот в текущий период. И в августе мы увидим. Так что давайте присоединяйтесь кировчане. До 30-го числа есть еще время. У тех, кто не проголосовал, заходите, голосуйте. Можно отдать свой голос за один проект, один объект из 99-ти. Время еще есть. Так что вот на 22-й год выбираем. Елена Ковалева, глава города Кирова. В нашей студии была Дмитрий Печенкин, начальник департамента городского хозяйства. Спасибо большое нашим гостям. Прощаемся. Надеюсь, что в этой студии встретимся в ближайшее время. До свидания. Всего доброго.